всем привет с вами пауль крец и свин паук не удержался не могу такая угарная игрушка вообще если не знаете кто такой свин паук на гуглите вот этот свин паук продается в гипермаркете глобус увидел и приобрел но суть не в этом всем привет меня зовут пауль крец и сегодня мы произведем тест камеры canon 600d на шумность на ее работу при различных значениях iso и посмотрим возможно ли при недоэкспонирование или наоборот переэкспонирование пересвечивание кадра при помощи iso вытянуть нормальную экспозицию сегодня снова немножко в другом ракурсе потому что снимаю вот с таким вот фоном вспомним еще что я являюсь музыкантом и сан-продюсером владельцем студии звукозаписи небольшой своей собственной вот но в студии у меня ремонт поэтому из того помещения где ремонт аппаратуру все пришлось перекинуть сюда но вот здесь у меня за спиной здесь кстати не видно я так прикрыл красиво пока что все в кучу свалено колонки барабаны гитара за спиной мне еще больше гитар короче в таком складе решилась делать сегодняшний видос и к тому же использую такого замечательный микрофончик который обычно звукозаписи используют для записи вокала просто потому что мы сегодня будем также как в предыдущем моем выпуске это было кстати первое видео в котором я использовал этот микрофон это был обзор к н недавно вышедший canon eos m200 если не видели посмотрите там я использовал этот майк потому что просто показывал вам то что делаю на экране компьютера и соответственно звук пишу сразу туда же в комп также мы делаем и сегодня и потом будем синхронизировать с тем что у нас здесь на камеру кроме того мне частенько пишут в комментариях вот большой популярностью пользуется мой ролик о том почему камера 200d canon 200d круче чем 80d но регулярно мне туда пишут если же она круче почему же ты снимаешь свой канал на 80d да нет нифига я снимаю на все свои камеры в том числе вот и на 200d снимаем прямо сейчас это замечательная камера снимает full hd при 30 24 или 60 кадрах в секунду в том числе владеет замечательнейшей функцией dual pixel автофокус это самый лучший автофокус в мире как считают такие поклонники канона как я вот так вот замечательно работает этот автофокус единственное он может сейчас пока вам может показаться что он немножко дергается вот так вот но это дело не в камере не автофокусе дело в том что я на объектив снимаем на неродной на сигму 17 52 и 8 и там автофокус конечно уже устаревший вот но зато дает классную картинку а родные канонские объективы с usm мотором автофокуса или тем более стм конечно фокусируется намного шустрее плавнее вот сама камера до себе работает просто великолепно так что я снимаю постоянно и на нее и на 80d обе камеры хороши ну как обычно я налил много воды кто-то за это меня любит кто-то не любит сорян смотрите всегда тайминги тыкайте на эти тайминги в описании к моим видео никогда не ошибетесь сразу попадете туда куда вам нужно ну а теперь собственно приступим к той теме ради которой сегодня делается это видео а тема сегодня это тест камеры 600d не так давно я выпустил два видео про iso как и обещал ранее и зрители были заинтересованы просили меня сделать эти видео и вот я их сделал первое было видео о том что такое вообще iso об истории айсо как она появилась еще начиная с пленочной фотографии с момент вообще изобретения искусства фотографии как это трансформировалась потом в цифровую технику и почему в современной цифровой технике на самом деле айсо никакого не существует об этом было мое первое видео и после этого блин телефон гудит вот и после 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 этого я сделал второе видео так как я провел тесты четырех своих зеркалок canon и выяснил что на самом деле в canon canon айсо играет роль все-таки имеет свое значение и посмотрите это видео я там показываю на примере четырех фотиков что происходит с айсо при недоэкспонировании при переэкспонировании и какова разница шумов между этими четырьмя моделями в этом видео я также упомянул что у меня есть еще одна камера это canon 600d но у меня не было и на тот момент и сейчас нет собой потому что я не пользуюсь я сдал ее в аренду и мне пришла идея для тестов же не обязательно камеру отбирать у человека который раздал в аренду я попросил этого человека просто сделать для меня тестовые снимки по всем тем же самым правилам по которым я делал свой предыдущий тест поэтому сейчас мы перемещаемся за комп и посмотрим какие же у нас результаты по 600 д конечно надо устроиться поудобнее хлебнуть немножко кофейку ну что поехали конечно вперед вот она моя та же самая папочка со всеми этими снимками здесь предыдущие результаты по четырем фотоаппаратам и в начале вот здесь результаты у нас по 600d мы получили 7 кадров так как 600d позволяет работать с экспозиции только от айсо 100 до 6400 в качестве базового айсо я заказал человечку сделать мне фотографию с айсо 1600 перейдем в раздел develop и выберем вот на самом деле наверное стоило взять базовым айсо 800 так как это было бы середины можно было бы на три ступени пересветить и на три ступени не досветить но чё-то видимо мне мозгов не хватило и за основной мы взяли айсо 1600 поэтому два кадра пересвеченных на две ступени и 4 недоэкспонированных нам для тестов смотрим в каких условиях они были сделаны снято на объектив 18200 это довольно прикольный супер зумчик мой тоже с болью так сказать отдал его в аренду месяц 600d потому что очень универсальный объектив как вы видите шикарно широкого угла до супер там до телефотика и все в одном всегда под рукой очень здорово но снято было при 35 миллиметрах этот объектив на таком миллиметраже дает диафрагму 4 и 5 и при айсо 1600 правильная экспозиция как в данном случае была выдержка одну двадцатую секунды те же самые параметры мы сейчас проверяем были использованы и для всех остальных снимков естественно за исключением только айсо которое я заказал чтобы менялась по всем ступеням 600d как камера более низкой линейки не позволяет использовать пол ступени или треть ступени только целой ступени ну собственно свои остальные тесты вот этих вот остальных камер я тоже делал с целыми ступенями потому что если еще делать и по третьей ступени это капец сколько будет кадров и тестов к тому же я думаю что вполне возможно что разные результаты будут если не до экспонировать теперь экспонировать кадр то есть мы могли бы например за базовое айсо взять сотку и выставить выдержку такую чтобы экспозиция была правильно было бы естественно самое минимальное количество шумов и от него уже только занижать экспозицию там аж да вот насколько там ступеней нужно и также можно было бы наоборот за база взять 6400 и потом завышать экспозицию чтобы вывести в правильную но для тестов как я уже говорил в предыдущем видео я старался брать что-то среднее в данном случае реально среднее было бы 800 но так как ваш покорный слуга немножко лоханулся то основу у нас 1600 проверяем остальные параметры потому что если вы смотрели на предыдущие видео если нету гляньте там была разница еще в балансе белого так где наши параметры вот они и разные камеры вот например lightroom воспринимал по-разному хотя я выставлял на них всех белый флуоресцентный свет один и тот же баланс белого но lightroom показывал что это разные замеры по температуре в кельвинах также смотрим и здесь у меня есть подозрение что человек который делал тест выполнил все условия кроме сейчас мы все ресетим если я вдруг уже как-то крутил вот они исходники есть подозрение что человек поставил баланс белого на автомат я не знаю какое там вот дома был было какое освещение какие лампы какой нужно было вставлять баланс белого но мы видим что цифры вот здесь в lightroom пляшут от снимка к снимку это говорит о том что скорее все баланс белого был автоматическим и каким-то образом он там свистел туды-сюды ну чтобы все дело выровнять мы выделяем все файлы и судя по правильной экспозиции на 1600 очень похоже что там было освещение белое флуоресцентное поэтому попробуем вывести все файлы в одинаковый баланс белого и проверим да картинка вполне выглядит естественно и теперь температура и оттенок на всех файлах у нас одинаковая вот у нас правильная экспозиция при айсу 1600 увеличим посмотрим что картинка у нас представляет собой вот она прорисовалась видим что на самом деле очень неплохая картинка вполне себе достаточная резкость конечно зернышко есть так как это айсу 1600 но она вполне такое приятное вообще можно использовать и то в том смысле что и камера неплохая и объектив замечательный здесь нет никакой коррекции как и в моих предыдущих тестах ни резкости не экспозиции ничего так ну на всякий случай еще уберем в ноль вот эту псевдо резкость кстати можно сделать небольшое отступление про камеру canon 600d у меня есть видео где рассказывал про историю приобретения всех своих камер начиная с тех времен когда я снимал еще на телефон можете посмотреть и там я рассказываю про 600d на самом деле это одна из великолепнейших камер своего времени как я считаю и свое время допустим если бы что д был dual пиксел автофокус мне кажется я вообще бы не стал ее менять потому что там есть в принципе все что нужно full hd slow motion хоть и при 720 кадрах в смысле при разрешении 720p но тем не менее с помощью magic lanter можно вообще там все что угодно делать звук регулировать экспозицию фокус пик там трэп фокус там все есть там даже можно было не было можно регулировать битрейт съемок то есть можно было битрейт как снижать так и повышать снижать для экономии местный диск и повышать для увеличения качества съемки то есть в последующих камерах а в современных вообще magic lanter невозможно ставить как бы не сломали умельцы еще современный процессор начиная с диджик 6 вот и в 600d уже был поворотный экран такой как на всех наших любимых канонах и было огромное количество возможностей но не было автофокуса на видео потому что еще не было внедрена технологии dual pixel автофокус вот атака фотик очень даже замечательный и поэтому мы вот сегодня видим что на самом деле кадры очень неплохие можно с него делать и собственно человек которому я сдал в аренду использую 600d в профессиональной работе профессиональная работа это за которые платят деньги и вот этот товарищ снимает на 600d реально и большую часть фоток причем с объективом 18 200 и получает за это деньги потому что ну это тема совсем совсем отдельного разговора но на самом деле конечно большую роль играет не фотик и не объектив а умение видеть кадр умение видеть композицию умение играть со светом и так далее а самое главное чтобы клиент был доволен и был готов передать вам свой золотой запас если ему нравится то что вы делаете он будет вам платить независимо от того какое у вас оборудование вот такая вот история замечательной камеры 600d в моих руках но теперь уже не в моих но однако вернемся же к кадрам вот наша основа айсу 1600 правильная экспозиция замечательный кадр с таким вот мишкой количество шумов умеренное и вполне можно использовать вот это увеличение один к одному и то посмотрите вполне приемлемое качество так ну начнем по порядку чтобы нам добраться от айсу 100 вот такого вот не до свеченного до айсу 1600 то есть до правильной экспозиции нам нужно задрать экспозицию на как я понимаю на 4 стопа совершенно верно и мы получаем правильную экспозицию войдем в режим сравнение так за основу возьмем айсу 1600 вот сюда комп немножко меня потормаживает но это нормально он бедненький старенький эту панельку мы скроем на время так ну и вот слева у нас оригинал правильной экспозиции 1600 справа айсу 100 задранная на четыре ступени чтобы получить ту же правильную экспозицию как мы видим но вот как я вижу там примерно с расстояния вытянутой руки до экрана вообще никаких проблем минимальная разница ну немножко видно шум даже вот как бы там скажем в метре от кадра но не то нет такой катастрофической разницы как было в моем предыдущем тесте с 5d там 70d теперь же увеличим и посмотрим поближе конечно же мы видим что при айсу 100 шумов гораздо больше чем при правильной экспозиции айсу 1600 это действительно так если посмотреть еще интересные более сложные области как вот это вот зайка или кто это или кошечка то конечно мы увидим здесь более гладкую картинку а здесь гораздо больше шумов в профессиональной работе это не совсем годится ну а в общем то честно говоря какой профессиональной работе можно говорить с 600d хотя как я уже сказал если вы хороший специалист своего дела и у вас глаз наметан и у вас есть талант то вы с любым фотоаппаратом можете зарабатывать хоть бы даже и с мыльницей в общем разница очевидна и она действительно есть едем дальше кадр с айсу 200 который для получения правильной экспозиции нам нужно поднять на так вернись панелька на три ступени получаем правильную экспозицию снова и сравниваем айсу 1600 айсу 200 и уже уже разница очень и очень невелика примерно такая же картина как была 200d опять же посмотрите моем предыдущем видео на эту тему конечно видно что шумов здесь больше но разница ну настолько минимальная профессиональному глазу там наметанному если придираться каждому пикселю конечно есть разница но вот например в таком формате вообще не увидите разницы или если увеличить даже там не знаю в два раза просто когда увеличишь один к одному то конечно все шумы очевидно и вылазит но это уже очень и очень минимальная разница и в формате вот таком вот полного кадра целого кадра я боюсь что не увидите разницу а если говорить о соцсетях там публикации в фейсбуке вконтакте инстаграме разницы вообще не будет то есть вот уже на три стопа вполне можно не до экспонировать ваш кадр берем следующий айсу 400 и поднимаем экспозицию на две ступени ну здесь по идее вообще уже не должно быть никакой разницы или она должна быть настолько минимально что ее можно игнорировать в принципе так и есть где у нас еще какие-нибудь тут сложные области есть вот какие-то олени тут ну нас действительно можно проигнорировать разницу почти нет разницы в шуме только если каждому пикселю придираться вы действительно увидите разницу но фактически можно сказать что разницы нет айсу 800 тут надо поднять всего лишь на одну ступень и получить я так понимаю фото в общем идентичного качества да здесь уже наверное даже и придирчивым взглядом будет сложно разобрать есть ли разница так где у нас тут самые темные такие области противные в которых чаще всего можно заметить шумы ну практически нет разницы интересно еще что нет цветовой такой разницы хотя мне намекали в комментариях но я это и сам понимаю что вот эта вот хрень которая вот здесь происходила с 70d и с 80d я до сих пор не знаю что это я не углублялся не ковырялся на этот счет но вполне возможно что это просто у меня такая версия лайтрума которая вот воспринимает кадры с этих фотиков причем видно что с линейки фотиков потому что это 70d и 80d это фотики одной линейки вероятно может быть даже сенсоры там одной характеристики хотя это не должно быть причиной ну было бы интересно конечно там еще 60d например пощупать но нет такой возможности в общем они вот такую зелень давали а вот на 200d такой зелени не было и ну на 5d тоже была небольшая такая фиолетовость вместо зелени была а вот здесь 600d что интересно причем опять же обратите внимание это фотики одной линейки 600d и 200d между ними там несколько поколений это понятно потому что 600d фотоаппарат 2011 года насколько я помню а 200d 2017 то есть в рамках цифровых технологий это огромная разница но фотики одной линейки обладают примерно одними же цветовыми характеристиками нет такого кошмара как был 70d и 80d виноват в этом lightroom или все-таки это особенность канонских линеек я честно говоря не знаю если у вас есть какие-то идеи напишите обязательно в комментариях это очень и очень интересная тема так ну тем не менее добрались до ISO 1600 теперь чтобы посмотреть как нам удастся или не удастся сохранить светлые области мы берем фото с ISO 3 200 и снижаем экспозицию на ой снижаем на одну ступень и должны получить ту же самую экспозицию что и при ISO 1600 как мы можем догадаться наверняка количество шумов будет абсолютно таким же как у нас это и было во всех предыдущих случаях переэкспонирования на каноновских камерах но был вопрос удастся ли сохранить белые области области белых тонов если они пересвечены здесь к счастью или к сожалению явно пересвеченных областей вообще нет поэтому в общем то при ISO 3 200 мы даже не можем это узнать а вот здесь явно дикий пересвет если мы снизим экспозицию на две ступени то посмотрим что произошло с белыми тонами а они у нас замечательно сохранились надо сказать и никаких проблем нет количество шумов пожалуй что то же самое качество шумов может быть незначительно изменяется микроскопически потому что все таки невозможно абсолютно два кадра сделать идентичными в мире все каждое мгновение меняется вот но на самом деле количество шумов конечно одно и то же и замечательно сохранились светлые области вот здесь на морде у зайчика никаких проблем даже при сильном пересвечивании вот на две ступени да явно здесь все эти белые области казалось бы они заклиповали я показал в предыдущем обзоре там где очень высокие ISO и клепуются белые области там их ну их невозможно вернуть видно что они затерлись с концами то здесь вот это вот все правда в пределах всего лишь двух ступеней но удалось вернуть белые области никуда не пропали то есть честно говоря Canon 600d показывает себя здесь с очень хорошей стороны и мы видим что фактически вот в этой линейке трехзначной в названии модели 600d и 200d действительно фактически нет разницы с каким ISO снимать что на 200d и на 600d действительно ощутимая разница была только с ISO 100 там действительно было больше шумов если из ISO 100 вытягивать вверх при ISO 200 и дальше вот в пределах трех-четырех ступеней если вы недоэкспонируете или переэкспонируете никаких проблем не наблюдается можно действительно пересвечивать или недосвечивать и получать замечательные снимки потом в любом редакторе вытягивать это так как вам нужно вот такой вот небольшой тест я думаю что и так наснимал достаточно много наболтал спасибо большое за просмотр если вам это видео понравилось ставьте ему пальчик вверх а с вами был Павел Крец спасибо еще раз за просмотр подписывайтесь на канал посмотрите мои другие видео на тему камер объективов и различных съемок и увидимся пока ну и свин-паук с вами тоже попрощается а а а а а